друзья и гости моего канала всем привет вы на канале у рукоделий меня зовут елена от тараторио вот такое вот у меня приветствие так я хочу показать чем я занималась в то время пока отсутствовала здесь когда снимала последнее видео я не помню по моему это было 17 или 16 число как бы после этого я не подключалась не потому что не хотела потому что была занята другими немножечко делами так что я в первую очередь двигала тут мои тени будут потому что я снимаю вечером и никак не не как бы не получается в другое время мне неудобно что я подвигала за это время пока меня не было захотела я повязать спицами и я довязала практически до конца шапочку я показывала она уже мелькает не очень давно никак я не могу решиться до закрытия и здесь буквально осталось стянуть петли и сделать подклад вот столько вот я специально ставила маркер вот сюда я вязала вот столько это я буквально за один там не был не как бы не то что день а ну как в течение дня я это связала не постоянно а отрывалась она кстати очень теплая такая знаете что то тут вот такое есть мне она очень теплая такая знаете сейчас я наверно повыше подниму телефон немножечко повыше чтобы было видно так неудобно вот шапочка довольно таки тяжеленькая получается да и она вообще классно можно даже без подклада но я думаю что все равно надо подклад хотя бы не знаю там в две ниточки связать из такой же пряжи она передается ярко-красным да но она не такая ярко-красная она прям насыщена красный цвет но не ярко красный вот это я вязала покажу в принципе тоже ушло много на это времени как бы да я потому что не торопилась да и здесь неудобно потому что закрывать всегда неудобно переходить на четыре спицы там на пять спиц я не хотела хотела уже думаю закрою все и и в общем не хватило мне в общем терпения наверное до закрывать вот буквально мне снять только эти петельки на иголочку прямо сейчас можно сделать при вас закрыть но я пока не хочу занималась я еще другими делами так сейчас я покажу это уберу в сторонку занималась я другими делами да пока не забыла если я сегодня успею выпустить это видео то пожалуйста вот такая салфеточка у меня да есть я ее вязала просто хотела вязать салфетки я люблю вязать салфетки есть вот такая маленькая но это как больше подстаканник да наверно подставочка под что-то такое небольшое вот эту салфеточку я сейчас разыгрываю в одноклассниках бесплатно пожалуйста кто желает может присоединиться 25 числа завтра будет розыгрыш сегодня 24 даяни сегодня 20 какое у нас в общем я скажу 23 или 24 сегодня 25 будет розыгрыш вот этой салфеточки и бесплатно только доставка за счет победителя если не в нашем городе если в нашем городе то конечно я могу и бесплатно привезти да вот смотрите присоединяйтесь как бы такая минуточка реклама потому что попалась мне на глаза эта салфеточка я очень часто делаю подобные розыгрыши на своем у себя на в одноклассниках разные разного плана может быть это и бантики может быть это и салфеточка что-то еще другое вязаные в общем присоединяйтесь так что я еще двигала двигала я вот вчера буквально когда монтировала видео двигала я вот такое вот платьишко я вижу из пряжи с китая сайта ибо я заказ как бы выиграла да там в аукционе я уже показывала вот такая желтенькая пряжа она желтея на беленькой показывает она прям желток желток такой знаете я захотела почему-то связать вот такое я показывала уже желтенькое платьишко на куклу на куклу который еще нет на мишку на куклу на зайку на кого подойдет по пусть будет наличие просто захотелось перебирать петли именно просто незамысловатым узором я вязала вчера покомментировала видео вязала до плохо вяжется пряжа она плохо скрученная и тихо тихо идет как бы работа идет не быстро и еще плюс спицы бамбуковые ими сильно не разгонишься я боюсь просто сломать но я подвигала немножко это платьишко также я я не помню показывала или нет но я начала второго мишку которого я вязала мишку которого я вязала я решила связать к нему пару сейчас наверное мишку покажу так вот такого мишку я вязала я прям в него знаете влюбилась это канал мир вязаных игрушек марина 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 умерова по моему фамилии у нее вот такой мишуткой я хотела связать так мишку в парочку хотела коричневым цветом да вот так немножко отменить вот такого цвета но вижу я в основном вечером и мне темновато вязать вот эту пряжу я оставила затею такую может быть после свяжу все равно в таком цвете и решила посветлее что-то взять взяла вот такую серенькую номер цвета не спрашивайте не знаю выкидываю сразу эти кеточки и связала там я не знаю за сколько времени просто сидела перебирала и вязала это я приготовила заготовочка головы также у меня вот это вот спросите что такое это у меня катерина вырезала из я купила дырокол такой знаете как бы цветочки всякие там что-то в общем на алиэкспресс заказывал такой дырокол она решила какие-то поделки свои делать и у меня есть остатков у аймирана я много остаточков от бантиков она делала делала такие вот заготовочки на какие-то свои поделки вот положу мишку так так что я хотела еще показать что я чем я занималась вчера целый день с утра до вечера я снимала мастер-класс вот на такого бычка вот знаете бывает такое вот торкнет тебя и побежал хочу вот именно сейчас делать я начала наверно ближе к обеду и думаю да и сниму как раз солнышко как-то была погода такая хорошая и свет свет мне давал как бы нормально снимать освещение хорошее да и вот я связала такой вернее не связала а сняла такой мастер-класс по такому бычку я одного такого уже резала я отдала его в садик на конкурс но не знаю пока мы в садик еще не ходили должны нам его вернуть он такой бой он вот такой наверное цвет у меня вот тот бычок а этот я решила сереньким связать этого бычка вот в мастер-классе я совсем забыла превышать ему брови но на том бычке который у меня показан в начале мастер-класса у меня брови есть я подписала что они не вышиты можно сделать самостоятельно я совсем вообще как бы хотела уже быстро быстро закончить и совсем не учла этот момент что он мне было без бровей но сегодня вот я буквально довышивала ему все тут оформила вот этого бычка я вязала на для мастер-класса мне он очень нравится придумала сама где-то там ножки увижу в одном месте ручки в другом месте глаза в другом месте ушки придумала такие чтобы не вывязывать и в общем такая вот интересная авторская игрушка даже у него кольцо носу видите не видно так наверное просто вот такая вот игрушечка классно получился и пока вчера я монтировала этого бычка наверное даже уже смонтировала просто просматривала видео и думаю чего я просто так сижу начала я вязать вот такую вот игрушечку в таком цвете в таком цвете что у нас обычно кто у нас обычно в таком цвете вяжу я поэтому же мастер-классу что я взяла нишку вот вот в таком же цвете и так же у меня в одноклассниках опрос есть что это будет но тот кто смотрит мои мои видео на ютубе в общем это подсказочка такая вяжу я такого же как и мишка вот этот вот будет такой лисенок красивого марины тоже увидела мастер-класс все вяжется также точно вот я сегодня пока вчера наверное полголовы связала и сегодня я пока тут тоже доделывала что это делала с утра не помню лапки связала и начала вот первую ногу не довязала еще буду вторую и взять вот это я успела за вчера и за сегодня немножечко больше сегодня я по-моему не вязала ничего да в общем это будет лисенок по секрету скажу тот кто участвует в одноклассниках у меня розыгрыши бесплатно я разыгрываю этого эту игрушку ой эту игрушку тот кто угадает получит мне бесплатно я лайк расскажу все придете напишите и мне придется много лисят вязать вязать в общем это наш секретик так катюша у меня говорит так 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 убираю игрушку обратно эту я буду довязывать просто на мне тут и лежит я вижу и еще я начала вязать наверное еще в конце не знаю там середине в конце декабря уже не помню когда начала я на я вдохновилась фотографиями девочек и начала вязать вот такую вот красоту опять низко видно давайте я подниму поленчика повыше штатив значит мне просто не подлезть игрушку не показать по-хорошему и начала и дубль 2 начала вязать я вот такую красоту как она мне нравится даже уже со спины нравится эта игрушечка вот такая вот вся и это у меня вот такая миленькая единорожка может быть как-то неудачно я показываю но мне просто по-другому никак не получается вот такая единорожка у меня получилось я и сделала бантик при привязала бантик и девочки вывязывают в как бы в технике рококо цветочки забыла как называются я попробовала дважды отпарывала мне не понравилось и я решила просто при пришить вот такую бабочку деревянная бабочка ничего такого особенного сделала ей румина накрасили мои щечки я немножко подвела и глазки чтобы они как бы такие повыразительные были да и бровки чуть-чуть подрисовала но она же как бы наша девочка наши брови тоже рисует вот и вот такие вот у меня кудряшечки как она мне понравилась такая классная кстати я ее так и не измерила я хотела измерить чтобы знать сколько она у меня ее рост сейчас прям при вас сделаю если считать от рога до конца то она у меня идет 35 сантиметров а если без рога только от головы то она у меня 31 сантиметр до для себя надо мне запомнить в общем 35 и 31 надо запомнить сколько она такая красивая такая милая я просто также в одноклассниках устроила нужно разыграть данную игрушечку в лотерея например да чтоб ну кому то может быть в подарок за 100 рублей очень даже хорошо доставка моя но пока нет желающих ее разыграть и как бы пока она у меня остается кати так она нравится мамы свяжите мне теперь только желтую она очень любит в желтом да желтую я такая думаю да вот можно лапки фиолетовым желтым хорошо гармонирует фиолетовый да а саму в общем куд а самую сделать желтым кудри у нее вот такие вот длинные на самом деле вот видите какие всю длину но они обратно возвращаются как плохо смотреть через камеру вот такие длинные прямо весь рост а единорожки да это я сейчас полностью вытянула они обратно легко возвращаются вот такие вот длинные так обратно отскочила они такие вот видите в полный рост единорожки но они обратно так вот так классно прям делаются вообще здорово мне так нравится смотрите какая красота здорово так сама единорожка связана у меня из так наверно красиво сделаю может фотографии вначале поставлю видео сама единорожка связана у меня из yarnart джинс гриву я сделала из детской надлинки потому что у меня ее много еще остаточков есть я хочу их все изрезать всю детскую новинку но выкидывать как бы жалко да я вообще не люблю пряжу выкидывать и я извязываю вот на такие клинков точки как вы знаете игрушки вязать я из нее вообще полностью игрушку мне она не скрипит я ничего против не имею она нам не скрипит вот поэтому такая вот красавица я вот так боком положу да потому что мне так она вся в кадр хотя бы влазит класс вот вот этим я занималась пока отсутствовала пока отсутствовала на канале так все вроде бы больше я ничего такого не делала глобального да еще я распустила одно изделие это изделие называется кардиган на меня я вязала фиолетовом цвете я участвовала в совместном проекте сезон кардиганов по моему называется я связала полностью его рукава связала начала обвязку вязать до планочку начала вязать вот передние планочки вот здесь вот которые туда начала вязать практически пол планочки наверно связала этой вот резиночкой обвязки и примерила что-то мне не нравится знаете видимо сразу я когда не связала это изделие и сразу я раз как бы не доделала его потом полежала я уже совсем другими глазами посмотрела на это у меня ушел на этот кардиган целый килограмм пряжи вот такого фиолетового цвета и у меня намотались вот такие вот два матка почему мне разные матки потому что рукава и обвязку я вязала от других моточков которые как бы не ну привязываются к основному вязанию поэтому два моточка получились вот такой здесь килограмм потому что и у меня вся упаковка ушла на вязание крючком данного кардигана вы можете пройти ниже там есть у меня сезон кардиганов называется да и там есть результатка что я провязала мне чуть-чуть оставалось вот буквально я примерила и знаете как-то мне не очень нравится как рукава себя ведут они как фонарики прям такие знаете сам кардиган красиво нормально но рукава очень как бы то порщится как фонарики и получается как будто бы рука знаете бодибилдера какого-то тот кто занимается качкадав какой-то как еще назвать то общем качок мне это очень не понравилось я распустила долго распускала сидела наверное целый вечер практически у меня ушел потому что там где резинка у меня уже было связано все я не могла найти где я прятала кончики до того хорошо спрятала что сама не могла найти пришлось не разрезать и там немножечко пришлось даже выкинуть потому что обрезочки были вот как сама себе такая молодец хорошо кончики запрятала что не могла найти где их как бы начинайте распускать изделие да вот все наверное это все что чем я занималась подмывает меня начать опять же с понедельника возможно может быть не с понедельника начну неделю стартов может там дней 5 стартов не стартов вернее а закончить и начатые проекты до долговязы я хочу сейчас закрыть все игрушечки по возможности у меня есть начатые игрушки которые хотят чтобы уже их я довязала они хотят да пищат как эти говорит пищат вот и хочу что-нибудь вязать такое знаете кто-то хочется мне вязать плюшевой пряжей она прям не лежит тоже ждет когда я начну ее тратить потихонечку меня уже конечно ее не очень много осталось но цвета красивые еще так после плюшевой пряжи кстати очень плохо переходить очень долго привыкаешь вязать вот джинсом вот таким вот а например даже очень тяжело долго ты наверное целый день пытаешься перенастроиться вязать тонким крючком тонкой пряжи и изделия буквально там не знаю по сантиметрику растет это очень вообще как-то не нравится это мне то что очень тихо движется вязание вот все хочу также почистить все свои начатые процессы крючком спицами неважно чем которые у меня лежат и и уже к ним нет ни вдохновения не я понимаю что я больше это не буду носить или там давить продавать не знаю что делать хочу все закрыть процессы эти чтобы мне не было лишних моточков лишних не то что моточков а вот лишних которые тяготят тебя процесса да они вроде бы не тяготят они лежат но к ним ты уже знаешь что охладел не вернешься уже как бы и моделька ты мне это уже разонравилась вот так вот можно сказать да вот и сейчас я смотрю как раз на эту кучку которую надо мне разобрать там немного у меня пряжи зимней изделий зимней пряжи и немного летний вот и наверное буду поступать другим способом услышала тут у одного блогера что ну как бы я прислушиваюсь к таким советам что зачем начинать что-то вязать еще пока не закончишь старые да а вот я так распыляюсь намного в итоге никакого результата так вот наверное все что я хотела бы рассказать уложились даже 18 минут так что-то еще вспомню если подключусь там не надо еще вторую единорожку такую же довязать она у меня да я кстати идет тоже вязала сейчас даже покажу что у меня связано к ней все вот пока мне не было в этот период вот еще нашла свой свою работу которую делала пока не было мне здесь связала я голову связала я рук также связала лапки передние лапки до верхние лапки и где-то мордочка еще есть вот мордочку и мне осталось буквально сшить это все есть вот это тело было уже у меня связано вот тело кстати вот оно связано двоечкой а это 175 смотрите как отличается да вот еще не набито поэтому не смотрите что такое худое место тут еще не набито она потом от наполнителя раз это раз как бы его растопырит да все вязание но все равно она меньше единорожка это меньше 1 75 но двоечка мне понравилось больше как-то не знаю это я связала да еще вот уж есть оказывается уши тоже связаны и мне осталось немножечко довязать этих кудряшечек потому что на хвост у меня уже готовы связаны а я посчитала у меня всего по моему четыре заготовки на голову хотя я считала что у меня связано на 2 было единорожки я не думаю что у меня банда моя куда-то утащила мои кудряшки сейчас просто моя тень будет мелькать вот когда закончила я оформлять вот эту единорожку мне столько осталось кудряшек на хвост полностью там семь штучек надо на хвост а больших осталось по моему всего четыре штучки я считала хотя когда я делала я сразу делала на две пасе по 18 штучек но оказалось что нет видимо вот буду довязывать еще вот эти вот буду довязывать кудряшки получается оформлять вот эту единорожку я маленько по-другому ее оформлю я глазки сделаю не коричневым а голубым потому что эту я решила сделать кориглазую девочку так я в принципе хотела голубоглазую сделать вот наверное все что я хотела показать в голове как бы такое бывает что в течение дня что повяжешь хочешь показать а уже к вечеру просто не хочется снимать и освещение не то поэтому иногда не получается это сделать не потому что не хочешь а потому что уже как бы ну не очень-то удобно это делать ночью особенно все буду отключаться всем спасибо за просмотр и за комментарии за лайки даже дизлайки тут я на последнем видео увидел один дизлайк хотя бы пишите за что я буду знать вот но как бы я никак не отношусь к лайкам с лайком как бы не переживаю пока по этому поводу пока да мой канал еще маленький совсем даже еще не 1000 подписчиков поэтому но кому-то что-то значит не понравилось как я преподаю но по-другому я не буду это мой канал и я здесь решаю что мне показывать и как мне рассказывать поэтому кому не нравится просто можете не смотреть и в общем либо пишите что вам не понравилось но я все равно буду делать по-своему как мне нравится смотрю сейчас одну девочку тоже вязальный канал по вязанию игрушечек мне нравится как она рассуждает также точно она рассуждает не нравится до свидос она так так говорит прям да вот кому интересно это канал надя лебедева нит энд лак по моему называется так я канал но я читаю книг кто читает нет я читаю книг книг нит энд лак ин лак или что-то типа этого надежда лебедева она очень красиво и вяжет игрушечки у нее мастер-класс есть по игрушечкам я недавно на ее канал подписалась и пересмотрела все ее видео уже по моему практически все старые видео и мне нравится ее подача да вы пришли ко мне в гости и в общем все в таком духе не я к вам пришла ну как бы это и ее словам так да вот поэтому девочки хотя вот рекомендуют никого не рекламировать просто так вот и не реклама я просто поделилась кого я смотрю а многих смотри девочек очень многих кого-то смотрю практически самого открытия моего канала вот не моего канала а когда я зарегистрировались на ю тубе кого-то я смотрю само открытие их канала но я как бы не всех буду говорить. Очень многих я от очень многих я недавно отписалась. Тех, кого я смотрела за поем, но в какой-то момент при этом, что вы так плохо снимаете или показываете не то, что я хочу, я просто от них отписалась и не смотрю сейчас их видео. Хотя смотрела за поем и все серии не пропуская. Вот. Поэтому кому не нравится или кому нравится, милости прошу. Все. Буду заканчивать. Давайте разыграем данную единорожку. Да, и она данная единорожка также продается без розыгрыша. Кому она нужна? Прямо здесь и сейчас. Мало ли в подарок или себе любимой, то она продается за 1500 рублей. И плюс учитывайте доставку до вашего города. Упаковку я сделаю в подарок. Вот. А так в принципе очень красивая игрушечка. Очень хороший вариант подарка. Я думаю любая девочка будет в восторге. И мне когда Катюша увидела ей очень понравилось. А Багдаша сказал, дай моя. Все. Себе ее забрал, обнял. Я говорю, Багдаша, нет, надо мне ее убрать. Ну, чтобы она товарный вид не меняла, как бы, да. И, ну, просто чтобы они ее там не испачкали и что-то еще. Вот. Поэтому. Ну, все. Всем спасибо за просмотр. И пока-пока. Режем-полежем.